Крайний странный концерт в контексте фестиваля Нузу Нерви, так вы его себе знаете. У нас сегодня не будет никакого джаза. Если кто-то из вас решил, что мы сегодня будем вас радовать горловым пением, то он тоже почти ошибается. Оно будет, но оно не будет здесь главным. И я вообще испытываю довольно своеобразные чувства, представляя вам этих, кроме шуток, замечательных музыкантов. Почему? Потому что мы можем впасть в сразу несколько разнообразных ошибок с точки зрения восприятия этой музыки. Я расскажу историю про себя, чтобы вы поняли, откуда родилась эта идея. Я приехал на один из фестивалей в Тулу. Я услышал эту музыку со сцены и понял, что все мое музыкальное прошлое, все мое внимание в джазовой музыке, музыке как таковой и всего остального, оно с этой музыкой никак не корреливало. То, что эти люди делают, то, что они играют и то, как они к этому относятся, не имеет ничего общего с тем, что я хочу слышать, что я привык слышать, что я считаю правильным. Потом я задал себе вопрос, а почему, собственно, я не считаю правильным то, что они делают? Почему я поверил, что знание Джона Калтрейна, Гаганы Себастьяна Баха и так далее позволяет мне смотреть на какую-то другую музыку, изначально предупрежденной считать ее неправильной? Почему я считаю, что если человек, говоря прямым текстом, некоторое время сидел и не стесняется говорить, потому что это совершившийся факт его жизни, почему этот человек для меня кажется странным, недостойным и так далее? Это был очень серьезный пролом в моей голове, в моем, собственно, понимании происходящего. Когда я пытался эту музыку послушать с открытыми ушами и с открытыми глазами, пытаться понять, что, собственно, они пытаются донести, что они хотят сказать и в какой степени это отвязано от всех вот этих вот фактов, которые я перечислил, я понял, что в этом, в честности, может быть и побольше, чем во многом джазе, которое мы, собственно, показываем и считаем правильным. И Адриян, и Начин прекрасно знают, что я примерно так думаю, мы сегодня об этом говорили в машине специально, чтобы не было ощущение, что сейчас вот профессор представит вам некоего Шарикова, а вы, значит, смотрите на него и, пожалуйста, смотрите на него со снисхождения. Это нормальные люди, которые могут при необходимости в морду-то дать, в общем, гораздо лучше, чем я, прямо скажем, в том числе и мне. То есть и ты можешь. В том числе и мне, да. Не то, чтобы мы пришли смотреть на какую-то экзотику, не то, чтобы кто-то приехал нас развлекать. Есть люди, которым довелось родиться в нескольких иных условиях, но по сравнению с ними на самом деле очень счастливые. У нас очень много есть такого, чего там действительно нет. Они от этого не делаются хуже, мы от этого не делаемся лучше, не делают свою музыку, они понимают, что это их музыка. И это классно. Если кто-нибудь сегодня уйдет вечером и задаст себе тот же самый вопрос, а почему я, собственно, думал раньше об этой же музыке в терминах, о классификации, а в терминах того, о чем она, я буду, елки-палки сейчас, это будет гораздо круче, чем любой летний фестиваль, когда мы просто пришли и получили гарантированное удовольствие от того, чего мы, собственно, ждали. Вот посмотрите, пожалуйста, на то, что они делают, вы попытаетесь понять, чего ради они это делают. Все остальное, Андрей Анаюн, начинка червей. Спасибо.